всем привет в сегодняшнем видеоролике я вам покажу свою небольшую коллекцию современных сидельных тягачей марки камаз в масштабе 1 к 43 и тут представлены модели от следующих брендов автоистория в лицензионной упаковке пао камаз и один грузовик от стартскил моделс эти модели я не так давно приобрел в свою коллекцию и пока что у меня не так много евро сидельных тягачей и я потихоньку пополняю свою коллекцию но не все сразу потому что помимо отечественного транспорта собираю и иномарки если мы говорим о грузовиках то они стоят довольно больших денег как раз у меня в комментариях зрители просили показать мои современные камазы поэтому по вашим просьбам сделал данный видеоролик и также пишите в комментариях какой из показанных камазов есть в вашей коллекции возможно вам тоже удалось взять эти модели по предзаказу потому что эти модели пользуются повышенным спросом и в открытую продажу во всяком случае в крупных интернет магазинах они практически не поступают и первый камаз это модификация 5460 модель от автоистории тут очень красивый темно-синий цвет кабины но ужасное качество покраски и сборки и из всей серии это пожалуй самая неудачная масштабная копия и если вы посмотрите на переднюю часть то тут есть места с более темным оттенком синего цвета скорее всего это получилось из-за того что краска нанесена очень толстым слоем и также криво установлены мелкие детали стеклоочистители рулевое колесо и так далее и хотел подправить элементы интерьера кабины но модель обильно пролита клеем и разобрать ее без поломки детали не представляется возможным поэтому придется оставить ее в таком виде но сама задумка здесь вполне хорошая и уже неоднократно говорил у костромы хорошие модели в плане детализации но вот та фабрика которая выпускает продукцию совершенно не знает что такое контроль качества и опять же по сравнению с более ранними моделями от этих же брендов тут есть ряд упрощений например на всех камазах почему-то габаритные огни на крыше нарисовали просто оранжевой краской стоит вспомнить предыдущие сидельные тягачи у которых эти детали были в виде прозрачных стекляшек также тут отдельные дверные ручки катафоты просто нарисовали оранжевым лаком вполне хорошая проработка ходовой части окрашен серебристой краской глушитель и у этого грузовика вполне хорошие покрышки присутствует маркировка размерность шин 31580r22.5 и также есть обозначение ms но не указан производитель покрышки скорее всего это camo если вы посмотрите то тут протектор на передней оси точно такой же как и на задней и насколько я знаю на современных сидельных тягачах должны быть разные покрышки с разным рисунком на передней и задней оси тоже вот такое удешевление производства и ставят на оба моста абсолютно идентичную резину но опять же можно заменить покрышки на аналог от maestro models но это дополнительные затраты и получается приходится покупать абсолютно каждую модель в любом ценовом сегменте и постоянно ее дорабатывать и давайте я вам покажу следующий грузовик это тоже сидельный тягач в двухосном исполнении только модификация 5490 87 s5 и этот камаз мне понравился тем что у него на крыше установлены светосигнальные маячки и например такой сидельный тягач можно сыпить с каким-нибудь тралом или с цистерной для перевозки топлива или поставить полуприцеп для перевозки сыпучих грузов пока что не подобрал к этому сидельному тягачу подходящий полуприцеп но когда делал детальный видеообзор на эту модель я сцеплял его с полуприцепом для перевозки песка и щебня тоже получается вполне хорошая сцепка тут еще больше упрощений чем у предыдущего камаза например дверные ручки уже отлиты вместе с кабиной грузовика поворотники также нарисованы оранжевой краской габаритные огни тут тоже начертили черным цветом и серебристой краской обозначили лампочку вполне хорошие зеркала заднего вида и зеркальце тут обозначено серебристой краской у этого грузовика откидывается кабина вполне хорошая проработка подкапотного пространства но из-за того что тут обилие хрупкого пластика конструкция очень ненадежна и например у многих моделей отваливаются бампера и навесные детали с рамы если вы посмотрите тут тоже вполне хорошая проработка ходовой части правда не окрашена нижняя часть двигателя коробка передач и тут уже другие покрышки рисунок протектора отличается на задней оси от передней и также тут если вы посмотрите уже есть производитель шины camo и также тут размерность 315-70 r22.5 и эта покрышка в плане проработки мне нравится больше чем на предыдущем грузовике и вот так выглядит передняя часть тут не очень удачно получилось сделать светотехнику на мой взгляд фары можно было сделать более выразительными но довольно хорошо и аккуратно сделана решетка радиатора и давайте вам покажу следующий камаз это просто модификация 5490 и эта масштабная копия продавалась в наборе с полуприцепом и полуприцеп тоже был окрашен в зеленый цвет и отличие от предыдущего камаза это более высокая крыша также добавили обтекатель а внутренности кабины точно такие же и как видите сиденья на этой модели не окрашены тут также присутствует солнцезащитный козырек довольно много вспомогательных зеркал и опять же тут зеркальце обозначено просто серебристой краской тоже откидывается кабина точно такой же двигатель и тут есть дополнительный прожектор его выделили серебристой краской вполне хорошо проработаны задние фонари и вот так выглядит нижняя часть тут помимо глушителя еще серебристой краской обозначили топливные баки и точно такие же покрышки как на предыдущем сидельном тягаче следующая масштабная копия это камаз 54901 от стартскил моделс тоже относительно свежая новинка эта модель продавалась в комплекте с полуприцепом белого цвета и честно сказать не стоило покупать эту масштабную копию потому что чуть позже вышли полуприцепы отдельно также продавался отдельно сидельный тягач и эта модель не намного лучше чем вариант от автоистории а стоит намного дороже единственный плюс это то что тут окрашен интерьер коричневым цветом и также сиденья двухцветные но модель обильно промазана каким-то транспортировочным силиконом поэтому все блестит и удалить этот силикон тоже еще та проблема потому что он попросту тряпочкой не смывается нужно брать какую-то мыльную жидкость и аккуратно отмывать кабину грузовика но тут тоже вполне хорошая проработка подкапотного пространства и эта модель ко мне пришла немножко поломанной я по-моему подклеивал боковые обтекатели но ничего особо криминального тут не было и вот так выглядит нижняя часть огромные топливные баки тут уже окрасили двигатель коробку передач и точно такие же покрышки как на предыдущем сидельном тягаче и вот так выглядит задняя часть и давайте вам покажу следующий сидельный тягач это камаз 652 06 трехосник и тут мне очень понравился желтый цвет кабины нарядная масштабная копия установили тоже светосигнальные маячки и эта модель в плане покраски и сборки чуть лучше чем двухосник синего цвета но тоже есть и не прокрасы и как раз вот тут видно на боковой стенке черная краска нанесена не очень аккуратно но вот такое качество сборки и тут точно такой же моторный отсек как и на предыдущем грузовике и вот так выглядит нижняя часть и вообще мне визуально трехосники больше нравятся но сейчас если рассматривать современную технику преобладают или двухосные грузовики или скажем так двухосники плюс ленивец а конкретно трехосников я во всяком случае у нас встречаю не так часто и вот так выглядит передняя часть много унифицированных деталей и точно такие же покрышки и мне на этих грузовиках нравятся колесные диски тут выделенная ступица черным цветом единственное не хватает сквозных отверстий на задних дисках на передних почему-то их сделали а задние колесные диски тут глухие и последний грузовичок который мы рассмотрим это военный сидельный тягач камаз 65225 тоже очень симпатичная масштабная копия и конечно к этому сидельному тягачу просится полуприцеп тяжеловоз для перевозки гусеничной техники и у меня есть такой полуприцеп не знаю насколько он подходит к этому камазу но ту модель я покупал вместе с мазом 537 и на ту модель я еще не делал детального видеообзора я думаю в будущем я покажу ту модель и тогда в том видеоролике мы примерим полуприцеп к этому камазу тоже откидывается кабина хорошая проработка двигателя и тут довольно много различных вспомогательных элементов это и лебедка также противоподкатные башмачки есть дополнительный радиатор охлаждения на всю эту конструкцию и вот так выглядит нижняя часть и тут вполне хорошее качество покрышек отлично читается боковая маркировка и у костромы есть удачные покрышки а есть скажем так резина по мотивам и вот так выглядит передняя часть и в плане качества покраски и сборки это одна из лучших моделей показанных в этом видеоролике и давайте теперь я вам покажу как сидельные тягачи смотрятся с некоторыми полуприцепами начнем мы с первого камаза и можно к нему зацепить полуприцеп для перевозки сыпучих грузов получается вполне симпатичный автопоезд и мне нравится сочетание цветов синяя кабина у грузовика и синий кузов у полуприцепа и к этому полуприцепу можно также поставить второй тип сидельного тягача на мой взгляд такая сцепка получается еще более интересной потому что тут у грузовика синие мигалки я думаю можно оставить такой автопоезд а можно к этому камазу докупить оранжевую цистерну для перевозки топлива и давайте я вам покажу как с этим полуприцепом будет выглядеть трехосный сидельный тягач я думаю магистральные тягачи нету смысла сцеплять с данным типом полуприцепа потому что у них высокая кабина и обтекатели как-то выглядит такая сцепка не очень симпатично а вот тут получается тоже вполне хороший вариант желтая кабина синий кузов смотрится вполне симпатично и давайте я вам покажу второй тип полуприцепа это модель из набора с камазом 54901 тоже получается вполне нормально но тогда вопрос зачем сидельному тягачу нужны оранжевые мигалки но по цвету тоже довольно гармоничная сцепка и давайте к этому полуприцепу я зацеплю зеленый сидельный тягач с наклейками iteco тоже получается вполне симпатично но именно под этот сидельный тягач заточен зеленый полуприцеп я тоже вам могу его показать сейчас один момент полуприцеп ничем не отличается от белого варианта единственное тут другая схема окраски тоже получается довольно симпатично и такой полуприцеп также продавали отдельно зеленый только без логотипа iteco и думал приобрести его в свою коллекцию а потом решил не покупать потому что все равно я более чем уверен у костромы выйдут и другие варианты окраски и возможно такой полуприцеп еще появится с интересным сидельным тягачом поэтому уже не стал брать дополнительную модель в коллекцию хотя для сидельных тягачей не хватает полуприцепов потому что грузовиков было выпущено огромное количество если подбирать полуприцеп по годам выпуска то современных у костромы всего пару штук и давайте к этому грузовику я зацеплю еще один трехосный полуприцеп только mass и получается тоже вполне симпатичная цепка и к этому полуприцепу можно зацепить грузовик с синей кабиной тоже получается вполне симпатично вот так выглядит данный грузовичок и пишите ваши комментарии какие из показанных мною моделей в этом видеоролике есть в ваших коллекциях приобретали ли вы грузовики отдельно или в наборе с полуприцепами какие сцепки сделали вы в каком варианте окраски возможно также на моделях вы делали какие-то доработки если вам понравился данный видеоролик то не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик а также заглядывайте на мой второй канал там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока